и очень интересно у нас получается фокусную упаковку у нас как раз марина задала а в итоге они антон но сейчас я приглашаю да как раз антона для того чтобы рассказать обзор европейских проектов готовой еды фокус на упаковку у антона небольшая торговая сеть по готовой еде в сан петербурге и соответственно ему как как где ему внимательно смотреть за трендами да еще раз меня зовут улов антон я пытаюсь вам сказать про тренды про европейские форматы довольно бегло какие-то выводы сделать сфокусироваться на упаковке начнем все это будет построено это будет построено на моем опыте я с партнером пять лет развиваю на собственную сеть магазинов готовой еды у нас есть свое собственное производство мы занимаемся развитием собственного ритейла фрошизного ритейла мы делаем магазины малого формата по 70 там 50 100 метров у нас там 17 точек суммарно и у нас довольно большой объем дистрибьюции на дистрибьюции продаем больше еды и соответственно все то что я буду говорить будет под это я буду ходить свои 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 призмы того что я изучаю на рынке из того что мне нужно и буду очень констатироваться на припаки припак это запакованная еда не важно где запакованная запакованная соответственно когда мы начинали проект мы создавали его придумывали его мы в девятнадцатом году ездить в голландию там германию отдельно и смотрели когда все выглядит его собственно сейчас там январе мы сделали такой серьезный прокатом через сербию до парижа и обратно там 13 стран много километров и так далее для того чтобы повысить свою насмотренность и найти какие-то еще решения чем-то вдохновиться там и так далее вот для меня вот это вот картинка вот такая вот из наверно слева наверху это альбер хейнг из голландии в девятнадцатом году а все остальное это россия неважно какого периода в принципе описывать ситуацию с упаковки упаковки четыре года назад для меня упаковка это некий маркер развития категории в припаке до припак развивается много сильнее чем кулинария этого коснусь и у меня это картинка отражает то что в принципе вот за своим на четыре года назад там пять лет назад было примерно одинаково что мы увидели сейчас когда мы увидели что за четыре года дошел довольно серьезный скачок в развитии например мы увидели вот такие истории я то что буду показывать и я поскольку на смотрю для себя я показываю к тебе вещи которые являются сетевыми я не показываю какие-то отдельно взятые проекты не сетевые которые фиг знает работает не работает что там с экономикой я пока за только вещь когда развиваются то что что станка бы напридуман она всегда прикольно но непонятно может и может ли это все исполнить у себя вот есть такая упаковка массовая крафтовая с внутренней отделяемой пленкой то есть такой первый заход в био то есть при наличии желания вы можете пленку додрать внутри и в общем то сдать и это будет реально относительно того что сейчас на рынке крабы понятно что европа всегда славилась там до большой доли сегментов по салатам вот это было и четыре года назад дальше развивается на самом деле многообразие вариантов как это можно там подать там три секса четыре секции там что-то еще и так далее очень огромное вот это вообще космос как бы эту упаковка опять-таки не в одном не в двух местах это упаковка с эффектом паровой бани когда вот этот полусырой продукт кладете микроволновку семь минут вот эта штука внизу кипит как бы и вы получаете такое крутое блюдо ресторанного уровня ну вот например такие истории более такие как в общем понятные токсиционные вот мы например хотели такое сделать но мы не можем это найти в россии то есть нам нужно заходить к в самом создании формы там там 2 миллиона рублей там и так далее ради того чтобы провести там в общем довольно вторичный урок с переменками я покажу сейчас быстренько то что как бы можно сейчас увидеть в россии как бы под подчеркнув то что вам может быть смысл есть посмотреть если вам это интересно как бы да вот так у нас выглядит перекресток который исполнен у которого есть собственно говоря вчера был для тех кто успел то есть в общем большое производство технологичное сам большое россии как бы я понимаю довольно однообразным но весьма приличным пластиком как бы да все недели довольно много это прямо что около 300 скаю примерно в этом направлении вот это я сфотографировал вкус вилл как бы в питере ну честно говоря я как адептом готовой еды я никак не могу понять там восторжение которое присутствует сильно в москве как бы вкус виллом как концепции внутри которой есть много готовой еды потому что что я вижу это в общем ну по мне довольно такое как бы с позиции подачи как бы да вот это вот реальные фотографии там как бы двухнедельный доности конечно в москве это выглядит получше в москве есть как бы давно существующий проект prime новиковские по моему открыл этот проект в восьмом году что там сейчас порядка 80 точек он находится наверное в стадии такого как мне кажется моего интенсивного имени максимального развития но при этом на хорошее как бы место где еще посмотреть там много разного чего там есть крафтом из пластик там есть такое там есть такое мы смотрим потому что это хороший такой проект бичмарк как я думаю что это как бы такая в общем базово задумалась как копия европейского формата к на мой вкус спар да тут упринался про спар спар работает через островную конструкцию соответственно все то что делается делается на месте соответственно это весь припак а это все тоже припак припак происходит с местного производства как бы если вы идете идете как бы в развитие такой модели и не хотите смотреть как бы сложные допустим сложные исполнимые копируемые проекты как бы как показывала наталья да там получится назад то спар так все-таки более что-то были менее массовое там относительно как бы да там если мы говорим о том что можно посмотреть в россии я бы такие вещи смотрел в европе как бы жизнь марка бы до большой проект как бы 70 там сколько-то 5 точек примерно это плюс-минус уже по 100 как бы но тоже довольно простая упаковка и на самом деле в принципе тренд характерен для для моделей и бизнеса которые построены как бы на без своего производства что вкус вилл что жизнь марта работает таким образом ну соответственно мы видим с моей точки зрения что визуально как бы составляющая на мой вкус страдает как бы да я сейчас почерпну как бы о том что о чем это говорю я не знаю как даже из марта умудрились сделать вкусную паровую котлету с брокколи которая у меня полежала в горячей машине часа три и я умудрилась это съесть и это было очень вкусно я не знаю как паровая котлета и она была вкусная но я правда в екатеринбурге это покупала да очень сильно на самом деле зависит от того где вы там питаетесь тучки не производства потому что в екатеринбурге насколько понимает там 10 производства в питере куда не вышли там три с половиной да и соответственно все это там по качеству как бы сильно плывет то что делаем мы выглядит таким образом понятно что мне по приличной фотографии потому что верхняя фотография сделана через фотосессию развиваем еду как бы в крафтовой упаковке мы делаем 72 часа там сушится 48 все это ежедневно поставляем и так далее поскольку мы по у нас концепте заложено домашнее модное до ресторанного качества то мы пытаемся париться с подачей или нас эта подача очень важна вот на основании там истории с поиска по европе мы пытаемся сейчас додумать как надо бы нам крафт запаять как бы там попробовать попробовать получить пять дней как бы попробовать получить многообразие упаковки и так далее как мы пока не поняли что это реально поэтому мы думали что нереально из последнего есть проект в еж короле как простая еда вот насколько я понимаю он довольно такой грубо говоря дешевый с позиции как бы ценообразование там прекрасно пяти скаю как бы довольно моно упаковки этот верхние два слайда как бы если вам интересно после если вы в регионе там скажем в бюджетном регионе как бы я бы на него посмотрел потому что мы ребята да там какой-то агрохолдинг за спиной как бы но ребята успешно развиваются до 40 . дожили как бы вот внизу у кого фотографии милти это московский проект довольно большой таким интересным сегментацией то есть подача точек максимально я бы сказал бы с помощью слова примитивная максимально примитивное многообразие еды была мы за примитивная разнообразие упаковки к бы но при этом там на мой вкус точке ли не на мой вкус подчеркиваю с точки зрения качества там более приличное еда чем перекрестке к бы да где то так бы это сохранить о завал бы к бы да это там проектовых за 200 . наверное, любишься, я там сейчас потерялся сколько. По поводу того, что посмотрите в Европе, как бы, да, если вам это интересно. Ну, во-первых, как бы, во-первых, это, конечно, Голландия и Бельгия, да, есть куча стран, как бы, в которых ничего нет, и смотреть там нечего, из позиции готовой еды. Голландия, Бельгия, Голландия и Бельгия, это, конечно, основные страны, куда есть смысл уехать, как бы. Вчера тут рассказывали про Джумба Фудмаркет, значит, это, наверное, МЕКО, с моей точки зрения того, как бы, что надо посмотреть, как бы, если надо, если хочется смотреть. Там очень много ВСКЮ, там, наверное, 600, наверное, думаю. Там куча припака разного, там 6-7 островов фастфуда, которые что-то готовят, что-то пакуют на месте, там что-то происходит, там, да. И, наверное, еще там важный момент, что есть, соответственно, есть Джумба Фудмаркет, как бы, год назад, 4 года назад их было 1, сейчас, я, по-моему, около 10. Джумба, соответственно, основной формат, как бы, это такой локальный супермаркет, там, на 1000 метров, 500-600, но, я сказал бы, наверное, на 1000, как бы, в котором присутствует огромное количество припака на 500-600, примерно, такая, ширина, и все это, как-то работает, и, честно говоря, там, когда ходишь, там, прямо, хочется остаться, и какое-то время, прям, прожить, как бы. В принципе, так бы, наверное, сделались, если бы была такая возможность, как бы. Я имею в виду прямо в магазине, как бы. Вот. В Бельгии есть проект Deletrade, не очень большой, там, точек 35-36, очень сильно похож на азбуку, больше фреша, меньше, там, такого угроза, как бы, с очень, такой, как бы, подробной подачей готовой еды, и так далее, и так далее. Значит, я так понимаю, что материал этот будет потом, да, там будет больше фоток, будет видео, можно будет это посмотреть, как бы. И, заинтересным, сложным, очень, на самом деле, к вопросу, как бы, истории про заморозку, я увидел проект Picard во Франции, это 150 точек, это очень специфичный дизайн, такой больничный, как бы, сказал бы, да, белый, и проект про заморозку, то есть там порядка 8 вертикальных водильников, и проект от 30 ларей, в котором лежит, наверное, там, из каю 350-400, половина из которых готова еда, и самое, насколько я понимаю, важное в этой конструкции, в том, что там огромный ресурс положен на то, чтобы создавать эти рецептуры, как бы. Потому что я, например, не верю, как бы, в готовую еду замороженную, в готовую еду, подчеркиваю, замороженную, как тренд, потому что, ну, просто тупо невкусно, как бы, да, там, вот. А здесь, ребята, как бы, пролам вот эту историю, как бы, справиться от того, что они огромные ресурсы на создание именно рецептуры, как бы. Вот. То есть там, условно говоря, много поваров постоянно что-то создает, как бы, да. Вот. И это, по-черкиваю, это 150 точек, да, то есть это, как бы, рабочий проект, очевидно, как бы. По поводу выводов моих. Значит, по поводу припака. Если бы я сейчас запускал бы проект с какой-то, как бы, с нуля, то я бы, конечно, шел бы в припак, а не в кулинарию. Почему? Потому что опыт Европы, потому что технологично, потому что, там, если вы, там, знаете то, что делать перекресток, как бы, в Москве, а он, как бы, закрывает свои кулинарии, перекрывает все это дело, как бы, в припак, на мой вкус это более логично сейчас делать, как бы, да, там. И если при этом вы хотите все-таки как-то пройти эту историю попроще, забив, скажем так, на технологичность и так далее, но при этом вам хочется подчеркнуть что-то по идее, я пошел бы в какие-то интеграции островов внутри, да, у нас, там, классический треугольник шаверма-суши-бица, внутри которого можно было бы что-то создать, подчеркнуть какую-то категорию, сделать ее хорошо, попробовать отжать что-то, как бы, у тех людей, которые специализируются, как бы, ну, это, как бы, локально проще в исполнении, тиражируемое, конечно, сложнее. Касаемо заморозки, как бы, если у вас есть какие-то, как бы, аксивы, какие-то, которые, значит, у вас может, там, расширить, с точки зрения заморозки, какое-то производство незадействованное, какая-то тяга у вас есть, еще какие-то компетенции, да, то, в принципе, на мой вкус, заморозка, как бы, в целом, да, не заморозка готовая еда, а заморозка, там, это полуфабригаты и так далее, это хорошая конструкция подчеркнуть готовую еду, при этом, соответственно, занять себе историю со списанием, там, и так далее, и в закрытии большое количество сценариев, как бы, которая возникает, как бы, да, при потреблении, там, take away, например, да, вот мы, например, как бы, решая, там, собственные проблемы, связанные, как бы, с тем, что мы продаем еду, как в спальниках, так в центре, и понятно, что мотив, как бы, на еду, как бы, в центре у нас сильно выше, чем в спальнике, мы сделали в январе проект, в котором мы, помимо, там, трех метров готовой еды, на которых мы выкладываем 70 каю, примерно, добавили еще 3,5 метра заморозки, и это, в основном, полуфабрикатная история, пельмени, вареники, там, и туда, в этом направлении, замороженные супы и так далее, и мы получили, на самом деле, там, не очень великую долю, как бы, в заморозке, там, порядка 15-14% для нашего формата, у нас готовая еды, чтобы мы понимали, доля, там, примерно, 55-60, как бы, да, но мы, с точки зрения, как бы, суммарно, получили очень такой успешный концепт коммерческий, как бы, и я, все-таки, рассчитываю на то, что это получилось за счет того, что мы смогли объединить, как бы, да, вот эти два, как бы, способа потребления, но один, как бы, мотив, как бы, да, с разными сценариями, чтобы усилить эту историю. Засловно говоря, люди приходят своим любимым борщом, но при этом смотрят на эти пельмени, и думают о том, что, да, походу, если ребята в еде разбираются, я в свою борщ-то-то возьму, как бы, да, вот, но, походу, это место, в которое я чаще вернусь, потому что создается, как бы, большой выбор, как бы, да, там. А, ребят, последняя, наверное, мысль, значит, в любом случае, на мой вкус, как бы, да, после того, как я проехал все это, как бы, категория довольно сырая, сырая в случае того, что найти какие-то бейчмарки довольно сложно, как бы, это, наверное, плохо, как бы, да, а может быть, хорошо с позиции того, что тогда проще создавать что-то уникальное, да, вот, и я рекомендовал бы, если бы вы, там, идете, как, в какой-то малый формат, то тогда это, наверное, все-таки надо смотреть в России, потому что в Европе это крайне мало, как бы, а если смотреть, как бы, большой формат, то тогда, наверное, я бы все-таки ехал бы в Европу и посмотрел бы что-нибудь, потому что там этого просто больше, и как-то выглядит, конечно, там, система, не скажем так, да, с позиции, как бы, количество, просто, магазинов, как бы, там, и так далее, и так далее. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok